Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, уважаемые депутаты, определен курс на проактивную экономическую политику, требуется донастройка системы государственного управления, в которой ключевыми элементами являются контроль и надзор. Предсказуемость условий ведения предпринимательской деятельности, формирование благоприятного делового климата влияет на активность бизнеса и привлечение его в российскую юрисдикцию. Контроль должен гибко и оперативно строиться в единую систему национальных стратегических задач. Дмитрий Юрьевич все подробно изложил. Мы завершили большую проверку 44 министерства ведомств. 13 рекомендаций счетной палаты были приняты правительством, они уже над ними работают. Что мы отмечаем? Мы отмечаем формальный подход регуляторов к осуществлению оценки затрат лиц, в отношении которых устанавливаются новые обязательные требования, учетных сдержек подконтрольных субъектов, обусловленной необходимостью учета соотношения ключевых вещей, затрат бизнеса и выгоды государства от введения обязательных требований. Органы контроля должны реализовать планы проведения оценки применения обязательных требований, но данный механизм пока не показал результатов. Так, несмотря на поручения правительства, контрольными органами не выполнены. План 2021 года по четырем общественным отношениям, план 2022 года по семи сферам, и мы отмечаем аналогичные риски в плане 2023 года, поэтому мы предложили счетной палаты внедрить обеспечительные инструменты для обязательности проведения надзорными органами такой оценки. Хочу заметить, что при снижении количества проверок в два с половиной раза – это хороший фактор, и Дмитрий Юрьевич об этом сказал. Отчетливо проявляется проблема, связанная с преобладанием внеплановых проверок. 2021 год – это 72%, 2022 – это 70%, и полугодие 2023 – это 72%. При этом доля внеплановых проверок, проведенных на основании срабатывания индикаторов риска, крайне незначительна. В текущем году она составила всего 2,3%, что снижает примитивную составляющую контроля. Ну, правительство, надо отдать должное, очень системно сейчас ведет эту работу с учетом индикаторов риска. Мониторинг сведений, используя для управления рисками, пока не обеспечен почти на 40% органами контрольного федерального уровня. Еще один аспект. Да, новая концепция, конечно, сегодня основана на принципе добросовестности. Это очень важный фактор, и это решение сегодня очень важно для нашей экономики. Но контролируемых лиц, они учтены, только 12% видов контроля. Возможность процедуры самообследования – только 10%. Также необходимо усилить вектор цифровизации на интеграцию в единый ландшафт контрольно-надзорной деятельности. Полагается ли сообразным создание цифрового профиля обязательного требования, в том числе с учетом информации об издержках объекта регулирования, а также обеспечить возможность подбора и просмотра полного перечня обязательных требований в зависимости от специфики бизнеса. Это будет способствовать принятию эффективных управленческих лечений. В заключение. Президент России Владимир Владимирович Путин сказал, если бизнес не связан с высокими рисками причинения вреда, то его вообще не должны проверять. Ни в плановом порядке, ни во внеплановом. Это беспрецедентный кредит доверия российскому бизнесу. А доверие, как изместно, предполагает взаимность и ответственность. Уверена, что в своей работе бизнес будет руководствоваться принципами социальной ответственности и добросовестности. И главное, исходить из национальных интересов России. При этом при всей значимости бизнеса приоритетом должны быть защита жизни, социальных гарантий и прав наших граждан. Уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание, что все материалы счетной палаты по данному вопросу доступны в базе Государственной Думы. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.